Покер-бет. Оберайз в спорте. Кроме того, лидеры G20 призвали к полному выполнению зернового соглашения. И здесь развивается интересная история, потому что, как пишет издание Bloomberg, президент Турции Раджеп Таиб Эрдоган просил лидеров G20 удовлетворить требования России по зерновому соглашению и ослабить санкции. В частности, Турция просит облегчить страхование российского экспорта и вновь подключить Россию к системе SWIFT. И вот Анкара считает, что единственный способ возобновить зерновое соглашение – это ослабить некоторые западные санкции против России. Ну и по этому поводу разросился такой настоящий скандал не вокруг Эрдогана, а в первую очередь вокруг Организации Объединенных Наций. Потому что накануне немецкое издание Bild опубликовало якобы секретные письма генсека ООН Антонио Гутерришек, министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в которых тот первый излагает предложение в обмен на возобновление участия страны-агрессора в зерновом соглашении. Вот я специально ждал какой-то более подробной реакции, не сразу начал освещать эту статью Bild, но теперь вот уже можно ее рассмотреть в комплексе. Значит, как отмечает издание, в письме Гутерриш предлагает четыре конкретных краеугольных камня соглашения между секретариатом ООН и Россией, которые должны привести к возобновлению Черноморской зерновой инициативы. Во-первых, Гутерриш якобы предложил Лаврову отменить финансовые санкции, введенные ЕС против Российского аграрного банка, то есть переподключить дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT. Во-вторых, Гутерриш, и вот это интересно, предлагает застраховать российские корабли от атак Украины в Азовском и Черном морях, то есть чтобы мы не запускали дроны, не атаковали их порты и так далее. В-третьих, ООН предлагает помочь России разморозить арестованные в ЕС активы. И дальше, как пишет Bild, генсек ООН сказал Лаврову, чтобы тот предоставил список конкретных счетов или активов, которые Москва хотела бы разморозить. Ну и, наконец, Гутерриш обещает России, что их корабли снова смогут пользоваться портами Европейского Союза для беспрепятственной торговли. В Украине сразу заявили, что это ложный путь, потому что если начинать идти на уступки России, то дальше она будет наглеть еще больше. И вот сегодня уже спикер Кремля Песков заявляет, что Москве мало просто открыть SWIFT для дочерней компании Россельхозбанка. Теперь Москва требует открыть SWIFT для всего Россельхозбанка, а не для вот этой дочки. А дальше Песков прямо указывает, что Кремль готов вернуться к зерновому соглашению тогда, когда Запад выполнит все, что наобещал им Гутерриш. И тут вдруг после этого заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак говорит, что, мол, ООН якобы не предлагала России отменить какие-то санкции или помочь в их обходе взамен на возобновление зерновой сделки. Горит Гутерришин неправильно поняли. Дальше приведут цитату ООН Фархана Хака. Интерпретация информации в статье Бильд некорректна. В ней, кажется, говорится, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неправильно. Я хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о снятии санкций, потому что важно помнить, что российское продовольствие и удобрение исключены из санкционных режимов. Вот наконец-то они это озвучили, то, что я в том числе уже повторял миллион раз. Не было санкций на продовольствие. Не было. Вместе с тем, есть и другие вопросы. В отсутствии на саммите лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Путина Африканский Союз присоединился к группе G20. Вот это очень важно в вопросе влияния Запада на так называемый глобальный юг. Именно к этому накануне призывали в США, потому что Китай и Россия активно пытаются распространить свое влияние на Африку. Но теперь вот Африканский Союз присоединяется к G20. И Нарендра Мади, премьер-министр Индии, на открытии саммита сделал заявление и пригласил представителя Африканского Союза Азалия Сумани занять его место уже как постоянного члена G20. Это хороший сигнал, потому что это говорит о том, что наши западные партнеры готовы работать с Африкой, чтобы там было меньше влияния России и Китая. Продолжение следует...